Варварски поврежденный самарский арт-объект трамвай реанимирован. Напомню, недобросовестные горожане вырвали кресло у необычного сооружения. Сейчас подрядчик уже оборудовал его новыми сиденьями с антивандальной защитой. Подробности в нашем сюжете. Трамвай в сквере имени Мичурина появился недавно и уже успел стать объектом вандализма. Неизвестные испортили два кресла. Сейчас же подрядчик все восстановил, но неприятный осадок у авторов арт-объекта остался. Они немало времени провели в музеях, чтобы отразить исторические факты на панелях и гармонично вписать эту дизайнерскую задумку с декоративными элементами, напоминающими рельсы и шпалы. Ну, вся городская вот эта среда, все эти новые арт-объекты, мы же делаем это для людей в первую очередь, для того, чтобы была какая-то культура, и мы надеемся на их осознанность в этом плане. Трамвай украсил сквер в результате благоустройства в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды. Уникальные арт-объекты в этом году появились в семи районах, это больше 20 элементов. Скамейки, лавочки, качели, все с неповторимым оригинальным дизайном, при этом очень функциональные. Разноуровневые скамейки с качелями в сквере на пересечении улиц Садовой и Ленинградской для разных форматов общения и возрастов. Композиция книг в сквере Чехова, скамейка, цитатник и мини-библиотека. Стал популярным еще один павильон букроссинга на бульваре по улице Революционная. Там же качели в стиле модернизма и постмодернизма, в красном цветовом решении подстать названию улицы. Это арт-объекты, что это не просто элементы благоустройства, то есть это не просто элементы, что мы сделали просто лавочку или просто цветочницу какую-то, то есть не просто качели. Это все равно некий элемент современного искусства, потому что по сути наша задача была понять и раскрыть потенциал уникальности культурного ландшафта этих мест. Авторы такого преображения Самары, начинающие архитекторы и дизайнеры. Первые шаги им помогали делать более опытные коллеги. На самом деле я очень рада, что мне приятно. Это первый реализованный какой-то проект. Приятно, что это не здание, что это скамейка, что оно стоит в твоем городе, что ты что-то изменил здесь, привнес сюда. Свежие мысли рождаются в свежих головах. Мне кажется, как студенты, это всегда такой неожиданный подход к проектированию. Нет каких-то там тривиальных, заскорузлых решений. То есть, в общем-то, всегда какой-то полет мыслей присутствует. Мне кажется, это важно давать им возможность реализовывать их проекты. То, как изменится излюбленное место отдыха, решали сами горожане голосованием в рамках проекта формирования комфортной городской среды. Его реализация под личным контролем губернатора. Основной задачей приоритетного проекта является повышение уровня мест массового отдыха горожан и максимальное вовлечение жителей в процессы благоустройства. Жители на голосование определили, что они хотели бы в этом году благоустроить в первую очередь 22 общественные территории. Это скверы и бульвары. И на каждый сквер были разработаны дизайн-проекты. И дизайн-проекты были вынесены на общественное обсуждение жителей. Помимо самих арт-объектов в скверах и бульварах проводился ремонт тротуаров и газонов, замена аспальта, укладка плитки, обрезка деревьев, а также установка спортивных и детских площадок с антитравматическим покрытием. «Площадка хорошая для нашего возраста, хорошее мягкое покрытие. Надеюсь, будет долго существовать». «Впечатления очень хорошие. То, что было до этого, это уже несравнимо с тем, что сейчас сделали. Очень красиво. Народ все время гуляет, стало очень много детей гулять. Всем очень нравится. Я под впечатлением. Хочется здесь реально находиться и гулять». «Чудесно. Мы вообще живем в другом районе, здесь по проездам. Но увезти не могу ребенка на разный возраст. Все играют, все заняты». Преображение Самары в рамках проекта формирования комфортной городской среды продолжится и в следующем году. Новая задача – обновлять территории комплексные и творческие, максимально уходя от типовых решений, избегая диссонанса стилей. Дарья Зотова, Новости губернии.